Всех приветствую, товарищи! Сегодня вас ждет образовательный сюжет технического плана. Поговорим мы с вами о том, почему нельзя использовать 92-й бензин на автомобиле Lada Niva Travel, товарищи. Есть инструкция, на которую я ссылаюсь. Но, как я вижу, читая комментарии, инструкция для многих не закон. И некоторые товарищи упорно утверждают, что 92-й бензин это вот то, что надо этому двигателю. То есть не надо тут ничего, никого слушать, завод специально там завышает требования и так далее. Ну вот, сегодня на опыте мы с вами и убедимся. 92-й бензин к чему у нас приводит. Для чистоты эксперимента автомобиль нам надо превратить в стоковый. Для этого надо отсоединить все тюнячки в количестве одна штука. Сейчас мы это с вами сделаем, чтобы у нас чисто сток был, чтобы вы убедились, что вот как оно работает. Значит, у нас установлен модуль стабилизации. С самого начала я сейчас его отключу. Значит, все готово. Вот модуль полностью я отсоединил. Кому интересно, что это такое, зачем он здесь установлен, я вас отсылаю вниз. Там привожу все ссылки, в том числе на сайт производителя этого модуля. Нам же с вами нужно сегодня проверить в стоке применимость 92-го бензина. Итак, а бензинчика-то у нас почти нет. В общем, сейчас мы едем и заливаем первый попавшийся 92-й бензин на первой попавшейся заправке ближайшей. О, тут она рядом. Поехали. Дотянуть бы, это совсем там, уже совсем-совсем вот все. Но это и хорошо. То есть, сейчас именно попадет вот тот вот 92-й бензин. Будет эксперимент как бы с максимальной чистотой. 92-й допускается только в всех случаях, когда надо доехать до заправочки с нормальным 95-м. Но, допустим, его нет. Как один раз у меня случилось в дороге, вы это видели. В принципе, я уже сюжет этот снимал. Так что, поехали. Заливаем 5 литров 92-го. Не буду я много сюда лить. Потом 95-м разбавлю все это хозяйство. Все. 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 Так, ну вот. Сейчас еще немножко как раз проедемся до места нашего теста. И чисто будет 92-й у нас в топливной магистрали. Все. Вперед. Бедный мотор. Ну, что ж. Что ж не сделаешь. Благодаря этому сюжету, возможно, продлю жизнь многим... многим Нилам. Тревел. Ну и Шевроле. В поздних выпусках. Ну что, друзья, вот здесь вот будет происходить наш с вами тест. Участок дороги достаточно прямой. И мы будем с вами испытывать, до какой скорости за определенное время, на определенном вот отрезке, автомобиль разгонится в режиме педаль в пол. То есть, я в привычном для себя режиме стартану. Включил вот подсветку приборов, чтобы было видно. Можно, кстати, сделать поярче. Вот так вот, чтобы... И, значит, будем наблюдать, что у меня получится. Педаль в пол, как я говорил, будет. Значит, будем смотреть. Модуль отсоединен. Залит 92-й. Вот первый тест, значит, у нас вот такой вот будет. Смогу я разогнаться хотя бы до своих привычных крейсерских или нет. Все. Погнали. Так, вроде более-менее свободная дорога. Чтобы тут по-нормальному это все делать. В общем, стартуем. Детонацию сложно вызвать, значит, вот на этом моторе. Потому что, ну, электронная система управления, датчик детонации. То есть, все это корректируется. Но выражается в тупизне разгона. То есть, вот сейчас машина явно, вот как я в прошлом сюжете говорил, явно более вяло набирает обороты. Вот педаль в пол, ребята. Педаль в пол. И она почти не едет. Это четвертая передача. Она почти не едет. Ну, вот 100, 100, 100. Вот педаль в пол. В полу. В полу педаль. На пятую перехожу. Педаль опять в пол. Вот она до конца. До конца педаль выжата. Машина не набирает скорость вообще. Просто не едет. Стрелка застыла. Даже 110, она не может разогнаться. Вот вам 92-й бензин. И вы говорите, что автомобиль предназначен для него. Он не выдает свои показатели. Я его разогнать не могу. Вот горка небольшая. Начинается. Ну, разгонишься ты хоть до 120. Да. Ребята, она вообще не едет. Просто не едет. Педаль в полу. Педаль. Вот она. Вот она в полу. Полностью. Все. Это... Говорю, что... Это все. Ну, что? Она не разгоняется вообще. Даже вот здесь горка, она не едет. Вот все. Поворот. Скорость здесь снижаем. И возвращаемся на исходную. Значит, я думаю, очень показательно. Как я обычно ещу, вы видите. То есть, 120-130. Сейчас... О, кстати. Вот, тоже отвечу на вопрос. Как повлияет у нас модуль на разгон автомобиля. Сейчас мы с вами, значит, развернемся. Приедем на исходную. Я подсоединил модуль. И посмотрим. На 92-м бензине у нас резвее все-таки машина будет. То есть, эффективность сгорания топлива у нас повысится или нет. В таком вот, в таком случае. Так, разворачиваемся, пока никого нет. Вот. В общем, друзья, вы сами все видите. То есть, она просто не едет. Просто не едет. Вот наша исходная. Сейчас вот заверну туда куда-нибудь. Съеду с дороги, чтобы спокойно там модуль подсоединить. И посмотрим, увеличится ли вот у нас что-то. Так. Значит, вот здесь вот, да. Остановимся, чтобы никому не мешать. И сделаем наше дело. Посмотрим, что получится. Так. Отключим свет. И отключим зажигание. Сейчас будем модуль подсоединять. Вот, смотрите. Так. Штатный разъем. Опять отсоединяем. Вот все. Модуль на месте. Вот они, провода. Подсоединены. И сейчас будем смотреть, что изменится. Тоже, кстати говоря, будет вам показательно, наверное. Хотя я пока не знаю результат. То есть, еще пока говорить рано о чем-то. Ну, по крайней мере, в гору, вот по ссылкам, если вы перейдете, там увидите, что в гору он тягу добавлял. Посмотрим вот с 92-м. Улучшится ли сгорание топлива за счет более долго горячей искры, так скажем. Ну, и более стабильного. Немножечко-немножечко искрообразования. Давайте попробуем это сделать. На исходную сейчас. Оттуда же будем стартовать. Я думаю, что что-то мы с вами увидим. Тот же отрезок, так же в пул. Даль. Ну, вот так вот, по ощущениям, так ровнее мотор. Сразу чувствовалось, что стал работать. Вот. И старт такой более уверенный происходит. Значит, сейчас я сюда же вот сворачиваю. Отсюда же мы с вами и поедем. Будем с места, будем стартовать. Вот отсюда, да? Вот мы вот ехали. Наши следы. Все тогда. Поехали. Так, свет включим, чтобы было видно панель приборов. И поехали. Старт. Ну, раскручиваться явно порезвее. Раскручиваться резвее. Педаль в пол сейчас. Педаль в пол и мотор набирает обороты. И смотрите, сейчас будем, вот я на пятую перешел, будем смотреть, разгонится машина до 120 или нет. В этом случае у меня медленно-медленно, но разгоняется. Вот, пожалуйста. Педаль в пол. Вот, как же точно. Вот 110 уже. Ребята, 110 уже. Будет ли 120? Увидим ли мы 120? О, смотрите-ка. Она быстрее едет. С модулем-то. Во, смотрите, ребята, 120. Почти. Почти. Почти 120. На 92-м бензине. Вот так вот. Вот так вот. Во, смотрите-ка. И мы разогнались. И мы разогнались до 120. До этого вот поворота. Вот так вот. Вот она эта прибавочка-то и есть. Вот я про что и говорил вам, что оно работает. Вот. То есть, в гору вот это вот было показано. Надо подальше, подальше проезжать. И здесь вот. То есть, вот вам. Вот вам. И... И все. Вот вам и тест. Ну, а сейчас мы, естественно, с вами едем на ту же заправку. И заливаем, значит, 95-й. Тот же самый. Так. Я думаю, что, наверное, сейчас смысла модуль уже отключать нет. Незачем провода там тревожить. То есть, я вам просто покажу сейчас, просто покажу сейчас, как машина поедет вот на 95-м. Ну, что, заливаем сейчас пятнашечку 95-го. Пятнашку буду разбавлять лукойловским, потому что, ну, здесь 95-му я тоже не доверяю, честно говоря. Так, все у нас. А, вот, все, поехало. Ну, все, вот 15-95-го должно нам хватить для эксперимента. Так. Все, господа, товарищи. Поехали на исходную. Будем сейчас проверять, что у нас получится. Так. Вперед. Еще пока в топливной магистрали 92-й у нас модуль подключен. Пусть он подключен будет. Свет включен, чтобы поярче было. Панель приборов видно. Так. И вперед. На исходную. Так, ну что, машинка поработала немножко. 92-й бензинчик должен прогореть. Давайте будем стартовать и проверим, как же у нас в этом случае сейчас будет машина разгоняться. Значит, так, там пропустим пока. Значит, с модулем. Потому что зависимость от модуля мы уже установили. То есть, это еще было, вот, кстати, на 95-м бензине. Вот по ссылочке там внизу тест был, где подъем в гору происходил. То есть, несколько там было въездов для статистики. И там мы увидели, что действительно эффект есть. Вот. То есть, на 95-м бензине, в принципе, то же самое. Будет, как и на 92-м. То есть, здесь можно пренебречь вот этим. Лишний раз провода не трогать. Значит, едем с модулем. Вот, сейчас. И давайте посмотрим. Посмотрим, как вот на 95-м машина будет себя вести. Все вроде бы. Может, дорога свободна. Поехали. Ну, старт, я сразу говорю, что бодрее. Старт бодрее. И крутится вот мотор, он значительно лучше. Но на Лукойловском бензине... На Лукойловском, короче, лучше машина едет. Но вот он раскручивается. То есть, вот как я езжу до привычных оборотов, мотор крутится. Вот на четвертой, пожалуйста. Вот упиралась в 100 тогда. А я сейчас вот разгоню, пожалуйста. Разгоню дальше. Вот. Вот уже 120, пожалуйста. Вот и все. И поехали. То есть, вот он, ребята, вот вам 95-й бензин. Машина едет с ним значительно. Просто не в примере лучше. И никаких проблем, в общем-то, нет. Вот, пожалуйста. Вот вам. Вот я 120 еду. И все. Уже еду 120. Как я это и делаю. Значит, без модуля на 92-м мы вообще не могли до 120 разогнаться. С модулем мы разогнались вот к этому повороту, как раз до 120. Вот. Ну, тут у нас вот уже... Уже можно дальше разгоняться. Но мы этого делать не будем. Будем тормозить. Вот так вот. Все, значит. Ну, что, друзья? Я думаю, эксперимент полностью у нас удался. И можно разворачиваться. Так, никого сзади нет. Вот вам, пожалуйста. Вот вам эффект. 95-го бензина. Ну, и эффект модуля тоже можно здесь, в принципе, записать в заслуги. То есть, с модулем у вас меньше шанс испортить двигатель на плохом бензине за счет более долгого времени горения искры и, значит, улучшения характеристик. Все, поехали обратно. Вперед. Она совсем по-другому едет на 95-м. Совсем по-другому. Очень приятно. Мотор работает без вибраций. Очень хорошо. Пожалуйста. Разгоняется вообще без проблем. Сейчас. Сейчас вот он... Сейчас чисто 95-й уже идет. Прогорел весь. Вот. Вот я сейчас придать в пол. Так же точно. Он уже 130. Ну так. Вот и все. Ну-ка, максималку выжмем. 140. Вот вам 140, пожалуйста. Максималка. На 92-м она просто не едет. Она просто упирается. 110 максимум. И все. Ну, максималку нежелательно. С максималкой ехать. То есть, машина нормально себя чувствует. Но... Но не надо. Вот. То есть, вот, пожалуйста. Вот опять же скептикам, да. Скептикам использования 95-го бензина. Ответ сегодня. И скептикам по модулю. Значит. Все работает, ребята. Все работает. Так что, не надо, пожалуйста, писать ерунду. Уже тестов куча показана. Даже я привел вам на диностенде там испытания этого всего хозяйства. Ну и инструкция, как вы видите, тоже не врет к автомобилю. То есть, вот 95-й предписан, так она на нем и едет. На 92-м она не едет. А если она не едет на 92-м, то, значит, он и не положен. Значит, двигатель там уже приспосабливается. Вот так. То есть, двигатель вы мучаете. Если бы умной не было электроники, вы бы услышали... Трррр. Металлический стучок вы бы услышали. Детонационный. Вот. Вот и все. Ну что, я думаю, что достаточно было показательно. На этом я закругляюсь. В общем, всем пока. До новых встреч, друзья, на канале. На